Майор погиб, а вот герой родился. Бессмертный, славном подвиге своем. Мы все майором Евскиным гордимся и будет помнить Родина о нем. Родные, близкие и сослуживцы вот уже 21 год, 19 июня, собираются у могилы Героя России, майора ФСБ Вячеслава Евскина. Сегодня майору могло бы исполниться 57 лет, но Чеченская война оборвала его карьеру военного и жизненный путь. Но бессмертен его подвиг, как и память о нем. Он остался прикрывать всю свою команду именно сознательно, несмотря на то, что у него у самого был 8-летний сын. До командировки мы с братом очень переживали за то, что его могут туда забрать надолго. Он нам сказал, что родители меня бы поняли. Вечная память и слава героям таких России и всех, кто отдает свои жизни, чтобы мы жили спокойно и счастливо. Все работники, которые его знали с управлением здесь, в Анапе, все приходят и до сих пор приходят. Все его помнят, несмотря на то, что прошло 20 лет. 6 августа 1996 года чеченские сепаратисты окружили здание общежития сотрудников ФСБ в Грозном. Отказавшись сдаваться, около 90 сотрудников ФСБ приняли бой. В ночь с 8 на 9 августа, пытаясь в составе группы прорваться из окружения, Евскин получил тяжелое ранение и остался прикрывать отход своих товарищей. Он вел огонь по сепаратистам, пока не кончились боеприпасы, а затем подорвал двумя гранатами себя и окруживших его боевиков. Благодаря его мужеству спаслись почти 100 человек. Указом президента от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, майор Вячеслав Евскин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Ежегодно мы бываем на этой могиле, ежегодно мы посещаем памятник, который установлен на бульваре Евскина в городе Анапе. И помним его. И сегодня в подразделении в Анапе молодые бойцы тоже воспитываются на его примере. В третьем микрорайоне Вячеславу Евскину установлен памятник и назван его именем Бульвар. Память о подвиге Героя увековечена и в Краснодаре. Там памятник установили в микрорайоне Юбилейный. Его же имя теперь носит и Бульвар, на котором установлен обелиск. Идея принадлежала его родным и ветеранам Чеченской войны. При поддержке администрации края памятник был создан за два месяца. Бюст сегодня нашему кубанскому герою мы открыли. Поэтому и смогли пройти тот сложный для страны период, потому что он и еще многие, как он, отдали свои жизни за нашу великую страну. Вячеслав Евскин – это образец мужественности и патриотизма для современного поколения. И сегодня, в день его рождения, вспоминаются слова «Душу, Богу, жизнь, Отечеству, честь никому». Кодекс чести офицера для майора Евскина оказался священным. И он остался верен ему до конца.